ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Ну, я свою спортивную карьеру начинал как футболист. Играл за серпом, вот. Потом перешел в детскую школу «Спартака», играл в полузащите. И моим кумиром был Игорь Нета. Ну, это был, понятно, великий футболист, великий капитан сборной СССР «Спартака». Команда «Спартак» в то время, конечно, выступала на самом высоком уровне. Чемпионы, кубок завоевывала, сборная олимпийская, в составе которой было 10 человек, спартаковцев завоевали золото. Конечно, капитан был Игорь Нета. Сначала 56-й год, потом 60-й. Конечно, он был любимцем у всего советского народа. И у меня, в том числе, моим кумиром был. Я, в общем-то, старался подражать ему настолько, что даже, даже один раз вырезал. Ну, знаете, он так немножко уже начинал лысеть. И у него чью-то было, ну, была большая такая залысина. Здесь уже я, в общем-то, чтобы быть на него и в этом похожем, тоже у себя бритвы вырезал, такую сделал залысину. Хотя у меня-то было там 13-14 лет, и залысину сделал. Ну, было это, конечно, глупо. Ну, у мальчишеской вот такая любовь, она, в общем-то, можно объяснить. Так судьба сложилась, что он у нас работал один год начальником команды. Вот так бывает, судя у спортсменов складывается. Его назначили начальником команды. И, конечно, да, причем в тот год, когда мы стали чемпионами Советского Союза. В общем-то, он очень положительно повлиял на выступления нашей команды. И вообще, ну, он спортсмен. У него все, знаете, бывают начальники разные. Бывают, там, чиновники приходят начальниками. Но спорт так глубоко не понимает. И они, в общем-то, чужеродные люди для ребят, для коллектива. А этот пришел человек, который спорт все это изнутри знает. Хоть он и футболист, но все равно спортсмены и спортсмены. И дух у них, в общем-то, один. И поэтому мы не ощущали того, что вот он вроде бы чужой нам по виду спорта. И поэтому как-то вроде бы не должны его принять. Но команда его приняла очень-очень-очень тепло. И, знаете, это был один коллектив, что тренерский состав, и начальник команды, и ребята. И мы, в общем-то, я действительно горжусь тем, что в это время я очень так близко с ним познакомился. И, можно сказать, подружились. И мы очень тепло друг к другу относились. А вообще в команде знали, что вообще-то Нета на всякий случай в 50-е годы играл за хоккейный Спартак? Или, я имею в виду, хоккей-шайбер? Конечно, знали. Вот от биографии-то все знали. И Майоров, который его видел по возрасту, он просто его видел в игре, он отзывается от него, что он играл очень прилично. Ну, я не удивлюсь, потому что у него спортивное начало, в его характере это было, он очень злой. Он не любил проигрывать, не то, что там проиграть матч, он не любил проигрывать эпизоды в игре, единоборство. Он очень к себе относился с такой, знаете, огромной-огромной самоотдачей. И это всегда хотел, чтобы также партнеры его играли. Он очень сердился и злой был на партнеров, если видел, что кто-то равнодушно играет, или равнодушно относился к своим задачам, когда надо было там бежать в оборону, когда не надо было ногу поднимать там, уходя от противника, идти там в стык. А в связи с его хоккейным прошлым, он в дела, вот как бы, хоккейные, вот непосредственно игровые, там с кем-то из игроков, он не влезал, с учетом его корректности, так? Нет, нет, он умный игрок на поле был, он умный игрок по жизни был, очень умный человек, поэтому он прекрасно понимал уже, что ему это не надо абсолютно. У него другие задачи были. Субтитры создавал DimaTorzok